Ставки на спорт! Один эксперт! Большие выигрыши! Один эксперт! Быстрые выплаты! Один эксперт! Надёжный букмекер! Один эксперт! Один эксперт! Букмекерская компания Вот так встреча в Саранске Знакомый автомобиль, кажется Даже тент знакомый Чем он тебе знакомый? А, вот он! Здорово всем! Чё, как там живёте? Долго нас не было в эфире, да? Здорово, брат! Здорово! Садись! Опачки! Ну что? Ман-дель на бой стал Джек-дель на бой! Всем привет! Я за ругом МАЗа! Да, с прицепом не обманывает Он едет с прицепом Везёт меня на загрузку в Саранске Да, Константин? Да! Учимся, учимся! Категорию получили, теперь учимся! Это точно! Здесь вот прямо направо поедем Там узкая улочка Нет, нормально На МАЗе можно ездить Так что там у кого Иномарки Вся фигня А как на тормоза он отвлекается? На тормоза он отвлекается, как на этот Не жмись, не жмись К бордюру справа, не жмись Всё, я его вижу Видишь, всё Нет, рано Блять, приводи притирку нахуй Ты заебал Да как? Я так не еду Давай Здесь едем по главной Прямо сейчас вверх поднимаемся И потом на главной Ну что, Костя? Пока пустой, да? Вот, ребят, смотрите Сейчас Костик едет пустой Сейчас мы когда загрузимся Костик поедет гружённый И расскажет свои впечатления Или сейчас на трассу выйдем Ещё включимся, да? Конечно Видите Сломал мне ручку Ну что, Костян Перед горочкой-то этот Смотри, населённый пункт Но надо так, чтобы вписаться в ограничения По скорости И чтобы в горку не сесть Ну смотри Мы сейчас до 70 снижаемся Камера у нас Наверное, включаем пониженную, да? Зачем? Ну потому что на повышенной Это в горочку, блядь, как-то А на пониженной Ты сейчас оборотов больше дашь? Нет, ну понятно Да, просто пониженной Всё, и пошёл И газу нахуй Блин, тросик Тросик не даёт Не надо переключаться на повышенной Нет И в горочку на пониженной Вот так вот Нет, навсегда ты так трясёшься, да? Побыстрее Как так? Вот так вот, когда пустые едем Брат, это фура Это же Ничего, у меня одиночка Это же не только На этой фуре так Так на каждой фуре Ты же просто ещё не ездил Ты когда поездишь Ты потом скажешь Я понял Я понял Я ухожу нахуй На работу Я ухожу на работу в офис Слушай, у меня иногда были случаи Когда я ехал и понимал Думаю, может быть мне всё-таки Реально надо пересесть опять на масс На одиночку Потому что это так больно Не, ну сиденье Если бы ещё сиденье Походило бы не было Нормально Она вообще-то работает Она работает Но, видимо, не под мой вес настроен Ну да, под мой настрой Вот, да Что, мы сели, он нас посадил Ну, он почему-то не сам Не нам не даёт И сам не едет Потому что его надо погнать просто Потом опять разгонится Ну что, пускай он разгонится Что, мы пустые и не разгоняются? Мусоровоз Так? Ну, горку Ну, ничего Пустые Ну, у нас как бы блок лопнутый там Не знаю Сейчас начинаем разгоняться Ты помнишь вообще, что у нас лопнутый блок? У нас какая-то вибрация идёт по мотору А мы, в принципе, едем-то на полусогнутых, можно сказать Тебе не страшно, что ты ещё посадил за руль Не, мы сегодня с Димой через неделю за обедом общались Дима говорит Слушай, можешь его в этот движок укатать? Вообще, типа, всё, в хлам Я говорю, слушай На самом деле, может быть, как вариант Просто докатать его и всё И потом на эвакуаторе приехать? Ну нет Просто укатать Когда уже надоест масло покупать А, типа так, да Главное, чтобы он не кончился сам по себе Не вклинил там ничего Ну, хер его знает Не знаю, посмотрим Вы на канале МАЗ Дальнобой За рулём Не, вы на канале МАЗ Дальнобой Да, МАЗ Дальнобой Я за рулём легендарного МАЗ 5440 Идём на подъём С двадцаточкой сзади Кто-то тебя там обходит Он пусть обходит Нажмите, пожалуйста, первую клавишу Да Я уже освоился В этом автомобиле Понял принципы его Устройства Езды на нём Наверное, скоро обзор снимите, да, Константин? Да, скорее всего, наверное Да, конечно, это вам не одиночка Тут всё серьёзно, на самом деле По-взрослому, да? Тут всё по-взрослому Прямо конкретно Так что Ездите дальше на одиночку Почему ты такой совет даёшь? Тему равняешься Да? Да, все думают А, сейчас фуру я куплю, я бабки буду Ну, не знаю На одиночке легче ездить Так ездить легче Или зарабатывать можно больше на одиночке? Ну Ты две темы в одну смешал Да Ты объяснял Ну, на чём легче ездить Или на чём лучше зарабатывать Я просто хотел объяснить тем, что На одиночке проще А здесь геморрой, да, хрена И порой кому-то Заработок Будет даже Не в пользу Да, ездят такие люди Устаёшь быстрее на фуре? Да С непривычки Как бы Есть такое Ну, сиденье, кстати, удобное Удобное, да? Да Оно не штатное Я в курсе Оно удобное Руль удобный Раз Зеркала не очень, конечно Но Хотя привыкну к таким зеркалам Ну, я так не знаю Очков только не хватает У меня и без лишков Привычки нету есть И сегодня я отчаялся Ехать слепую на фуре Спасибо, Костик Ты такой заботливый Да У меня есть опытный инструктор Который снимает Сейчас это всё Мы не будем показывать его Он слишком известен, чтобы его назвать Ха-ха-ха-ха Поэтому Я доверяю Я тут ничего не сломаю, как я. Моим чутким руководством, да. Да, обязательно. Как ты думаешь, Жень, получится из меня водитель? Я думаю, получится. Знаешь, почему я так думаю? Потому что я бы хотел, чтобы мои друзья ездили на серьезной технике. Ну, и я хочу ездить на серьезной технике, да. Ну, вот, поэтому я думаю, получится. Просто ни разу не ездил, и как-то взгляд со стороны. Ну, взгляд со стороны, я думаю, у тебя все нормально получается. На самом деле, почему мне пришла такая идея посадить Костика за руль сегодня? Потому что он, когда мы с ним в прошлый раз ехали в этот Саранск, он меня на каждом подъеме, короче, натягивал, осаживал меня, капец. Потому что он едет не спеша, в полподъема поднялся, газку дал и пошел. А я с двадцаткой в полподъема поднялся, газку дал и остыл. И поэтому я ему сегодня решил дать, чтобы он ощутил весь кайф. Ну и как тебе, как ты думаешь, надо перед подъемом разгоняться или нет? Надо, надо, я знаю, что надо. Я когда сам крушенный, допустим, тонн 8, я разгоняюсь. А вот когда 20 тонн? Ну, у меня машина не скоростная, а 85. Я в эконом режиме это еду. Все, 90 я тут уже не эконом режим, поэтому я не могу в паре ехать. Ну, здесь тоже не надо ехать 90, можно 80 ехать. А ты постоянно 90 лупишь. Ты либо меня наслушался. Ну, она сама едет. Ну, правильно, ты притормаживай, она будет медленнее ехать. Ну, я не люблю ее на тормозах, да. Ну, она так с горы может и до 200 разогнаться. У меня был опыт без тормозов ездили, так что я знаю. Нет, она максимум 140 пойдет, 150. Ну, как вот вообще, а, ну ладно, ладно, не будем забегать вперед. Снимешь обзор на МАЗ? В дальнейшем, да. Ну, в дальнейшем, в ближайшее время. В ближайшем? В ближайший месяц? Ну, хотя бы в месяц, да. Нет, давай в ближайший месяц. Это видео выйдет через месяц. Вот это? Да. Через месяц только? Ну, практически. Ну, там у меня, я отстаю конкретно. У меня, ну, там, ну, у меня, наверное, полмесяца отстал. У меня на пол отстал. Поэтому, ну, и через месяц. Ну, работы теперь много стало. То, то работы не было, видосы только делай. А сейчас, наоборот, работы столько, что ведут. Ты теперь меня понимаешь вообще? Понятно. Почему я не делаю? Понятно. Потому что, капец, как некогда. Некогда. Это слово. Ну, короче, Костик, в ближайший месяц, где-то через месяц, наверное, вы увидите. Ну, смотрите, сегодня какое число. Чтоб не врать. 15-е. Сегодня 15-е мая. Да. Это, значит, Костик снимет только 16-го июня видео про МАЗ. Обзор МАЗа будет 54-40, джека дальнобоя, да? Да. Костик сказал, что будет обзор круче, чем я снимал на МАЗ 5336. Кто не смотрел, скорее всего, Костик оставит ссылочку на тот обзор в описании. Понятно. Конечно. Конечно. И потом вы ее не найдете там. Конечно. Потому что Костик сказал, конечно. Вот так, ребят. Ну что, МАЗ? Машина огонь. МАЗ достойна твоего внимания? Именно этот МАЗ. Этот? Да, вот 54-40. Достойна внимания? Да. Нормально. Сосредоточенный Костик у нас, видите? Сосредоточен на дороге, большая часть. Не так, как мое видео, потому что я выполняю на том, что это серьезно, на самом деле. И моя малейшая облечность может вылиться в очень большой геморрой. Геморрой, да. Для всех. Для всех причем, поэтому. Нет. Она прям пшикнет, смотри. Костик мне сломал сегодня ручку. Да. Он ее оторвал. А ты за мафию, от страха. От страха. Ну, бывает. Не обессуйте, я в первый раз. Это, слышишь? Да не обессуем. Что? Что? Вот МАЗ 54-40 достойна внимания? Вот водителя после МАНа, который сел. Да, почему нет? Да нет. Достойная машина? Да, достойная. В плане управления? В плане управления. Вот управление комфорта, там, размера кабина, ты сегодня тут даже успел чай попить, допустим. Да. Понятно. Стоит того, да? Понятно. Ну, ладно, все тогда, да? Отключаемся. Да, я думаю, ребята нас поняли, увидели. Будут ставить большие лайки. Да, я думаю, что будут ставить большие херы в комментариях, я буду ставить. В комментариях не пишите. Скажут, скажут, пересел на МАЗ предатель. А этот с толстым ебалом сидит его учит. Обычно такие комментарии нам приходят. Ну, ладно, посмотрим. Может быть, это видео наберет больше позитивных комментариев, да? Может быть, да. Ну, ладно, потом прям, давай вот смотри, вот даже вот это оставь, не вырезай, да? То, что посчитаем после видео комментарии, сколько плохих, сколько хороших. Да. И заснимем видос, расскажем, набрал их. Да, и именно по счету этих комментариев специально заснимем видос. Слушайте, а у Костика скоро будет конкурс на канале, да? Да. Скоро будет, но пока еще рано. Ну, ладно, вперед забегаем, будет конкурс, да? Мы все-таки разыграем подарочек, да, наверное? Обязательно. Вместе. Да. Даже два, наверное. Мы вместе с Костяном разыграем даже два подарка для вас, но это все будет у Костика на канале. У меня, наверное, ничего не будет этого. Так, все-таки Костик молодой, активный блогер, а я молодой, активный дальнобойщик. Вот, поэтому все розыгрыши все здесь у Костика на канале. Так, ну ладно, все, давайте. Мы уже заезжаем в Саранск. Так что, наверное, уже отключаемся, да? Хватит снимать. Леса, поля и города проплывают мимо, знакомые, как дембельские альбомы. Нас несет по шоссе старая кабина, кабина тоже маленький наш дом. Земляк не очень торопись по ранку доворачивать, повороты не всегда крутые. Даже в плавный поворот резко не сворачивай, колеса не прощают суеты. Пусть хоть ночь, хоть полночь дальняя дорога, расставаться всегда нам немного жаль. Ты помашешь рукой, молча у порога, но меня опять лечет невета моя дарь. Невета моя дарь. Субтитры сделал DimaTorzok